Приветик всем, кто взглянул ко мне на канал, снимаю косметичку, которую я собрала с собой в отпуск на море. Покажу вам уходовую косметику, декоративную, парфюмы и еще такую мини-аптечку, которую я посчитала, что тоже необходимо иметь с собой в дороге. Итак, давайте начнем, конечно же, с волос. Здесь, во-первых, я выбрала трио от Горнье Фруктис, линейка Суперфуд Папайя, с восстанавливающим действием, шампунь, бальзам-ополаскиватель и маска. И еще одна парочка. Это уже Исана, интенсивное питание, мед и ваниль, просто фантастический аромат. И подходит для ослабленных и сухих волос. Если предварять вопросы про количество, кому-то покажется, что много, едем мы на довольно длительный срок, это три недели. На море я мою голову каждый день и пользоваться этими продуктами будут я, моя дочь и мой сын. И потом еще, я думаю, к нам присоединится мой муж. Также для сына я беру две такие мини-версии. Это с Йос Мэн Пауэр, укрепление волос. И крафтовый шампунь Айрон Байбер. Также я решила взять сашетки, потому что мне кажется, это прекрасно, как тревел-версия. Шампунь Арома Кофе от Evelyn Cosmetics и к нему масочка. Еще две маски в сашетках у меня есть. Это Акулий Жир, интенсивное восстановление и укрепление. И кокосовое масло от Husql. И еще одну маску, которую я решила взять с собой, это волосы русалочки, если переводить, я так понимаю. Фольгированная шапочка-маска для волос против ломкости, серебристая. Ну и в качестве несмывашки я беру Хаск Органовое масло. Такая малышка, которая занимает малый лист. Гели для душа. Во-первых, я беру Фа Энергия и Витамины Аромат Гуавы. И сама йогурт и фрукты. От Фаберлик я беру бонжорную линейку Австралия с Макадамией и Марингой. И еще решила взять один мужской гель для душа. Это уже Фа Мэн, но чайпанема с экстрактом гуарана. Жидкое мыло и фраше с ароматом ежевики и лаванды. В качестве зубной пасты я выбрала Аква Фрэш Сенсос, освежающий с арбузом, огурцом и мятой. Теперь, что касается ухода за телом. Безусловно, основное, что меня волновало, это солнцезащитные средства. И здесь у меня с прошлого года томится Горньер Амбар Сале. Идеальный загар 30 SPF. Дальше я взяла вот такую небольшую бутылочку от Невея Сан. Такая же защита. Маленький формат. И еще 7 Days. Это у нас солнцезащитный крем для лица с летним настроением. Теперь, что касается средств, которые идут после загара. Подарок от Юленьки из Ульяновской. Юлия, если ты меня смотришь, огромный привет и спасибо. Это Ля Рош Пазай. Так, как тут правильно звучит. Восстанавливающее средство после загара подходит для лица и для тела. Ну и баночка, которая меня очень сильно выручала в прошлый раз. Это Роял Скин гель алоэ. Здесь немного. Я решила все-таки использовать на море, потому что дома что-то она подзависла у меня. И еще беру от Эсфолио тыкву. Дезодорант выбрала ТАФ Го Фрэш. Для ухода за руками беру крем от Дармаколь Черная Черешня. И в сумочку брошу крем Сефара с арбузом. Для ног беру крем Болеа. Белла Чао с ароматом грибфрута и мяты. Ну и что касалось ухода за телом, это все. Теперь что касается ухода за лицом. Что касается очищения, здесь я беру мицеллярную водичку от Биленда. Вот такую небольшую фрэш джуз с ананасом. Вообще я постаралась для лица взять максимум таких мини-версий, чтобы их на море успеть закончить. Дальше Биодерма. Есть у меня вот такая малышка, совсем маленькая. Ну и сразу покажу всю систему лаборатории Филарга. Потому что здесь как раз также идет мицеллярный раствор для снятия макияжа с глаз. Ну и собственно вся система по уходу за этой областью. Всю косметичку беру с собой. И собственно все вот эти мини-версии как раз у меня сюда отправятся. Далее умывалочки. Из мини-версии у меня есть Церави. Зейтун. По-моему как-то молочко. Да, молочко для очищения. Дарош-позей. Это пенка. Вообще я конечно задумалась, хватит ли мне того количества умывалок в мини-версиях. Да, на фактически на месяц. Но все-таки решила прихватить вот такую небольшую бутылочку. Love Beauty and Planet. Здесь она идет с детокс-эффектом. Содерживается в своем составе ветивер и масло чайного дерева. И что еще удобно? Да, она открывается, закрывается. В качестве тоника я беру крымскую розу. Тоник розовый. Тоже такой небольшой вариант. Вот такую водичку от Sunlook, которая увлажняет и также может фиксировать макияж. Что касается крема для лица, здесь я выбрала Биленду. Ботаническая глина. Зеленая. Можно использовать как дневной крем, можно использовать как ночной крем. Такая универсальная штучка и довольно компактная. И еще беру вот такую ночную маску от Урьяж. Также решила прихватить все пробники, которые у меня были в наличии. Это светло-фулерин косметика будущего ночной питательный крем. И дневной увлажняющий крем. Это крем от Крымской розы. Основной уход 25+. Разглаживает первые морщинки с натуральной розовой водой. И Виши Новоудиол. Роуз Платину. Ну и конечно же маски тканевые. Очень люблю делать маски на море. Поэтому взяла их приличное количество. Давайте смотреть. Это Этюд Органикс Текила Санрайз. Упругость и гладкость. Далее две маски от Шири. Чайная коллекция с Каркаде. И имбирный чай. Маска от Эйвен Планет Спа. Сокровище пустыни с марокканским органовым маслом. Также Эйвен Цико тканевая маска Дзен для кожи. Две масочки от Апью. Это кокосовое молоко. И йогуртовая серия Блюбери. Голубика. Далее. Американо маск с кофе. От Ями Скин Ке Цитрус Фреш. Недавняя покупка. Это Фри Эн Вито с Цинтеллой Азиатской. Маска идет как увлажняющая. Вот. Хотела сказать, старец от красоты. Нет. Народные рецепты. Фитокосметик. Медово-йогуртовая маска. Заполнение морщин и гладкость. Нэйча Бай маска с зеленым чаем. И от Горвье увлажнение и сияние Сакура. Также я беру теплую маску Панда от Этюд Органикс. И патчи. 7 Days Eye to Eye. Такие кружевные с кофе. Так. Ну, а я могу переходить к декоративной косметике. Итак. В качестве основы, в качестве праймера, во-первых, я беру вот такую ампулку от доктора Пьера Рико. Она у меня осталась. Это экспресс лифтинг. Выравнивает кожу, подтягивает овал и делает нанесение тонального средства более легким. Ну, и буду знакомиться с Банана Брайт Фейс Праймер от Оли Хенриксон. Читала, что можно вообще использоваться настоятельно. Ну, в общем, будет интересно. Я думаю. В качестве тонального средства я беру доктор Пьер Рико. Надеюсь, там у меня лицо подзагорит и уже он не будет казаться таким темным. Ну, его, кстати, можно будет как раз с Оли Хенриксон миксовать. В качестве пудры беру Фаберлик. Мне она понравилась тем, что она такая тоненькая, компактная. Занимает мало места. Кстати, я открою. Вообще, в покупках только показывала. Вот такой оттеночек. Легко подстраивается. Теперь консилер. Консилер я беру Dream Lummi от Maybelline. Покажу. Это такая кисточка. Он довольно жидкий. Но когда его наносишь, он немножко замустевает. Неплохо маскирует. И подстраивается под оттенок кожи. Теперь, что касается базы под тени, я выбрала Essence. Ну и, конечно же, палетка. Палетку, как я и говорила в покупках за апрель месяц, по-моему, это было, да? Я выбрала Sephora. Потому что она такая универсальная. Здесь есть 8 оттенков теней. Плюс пудра, плюс хайлайтер и плюс румяна. Очень удобно. Все в одно. Достаточно тоненькая она. Далее. Для бровей я беру карандаш от Avon. Двухсторонний. С которым мне очень легко работать. В качестве туши я беру Fiberlic First Class. Такая щеточка. Хорошо распахивает взгляд. Удлиняет. Делает ресницы более объемными и работает достаточно быстро. Надеюсь, на месяц мне ее хватит. Теперь, что касается помад. Я выбрала 3 штуки. Во-первых, конечно же, мне нужна яркая такая красная. Что называется, самостоятельная единица. И здесь уже традиция брать с собой Christian Dior. Покажу. Хотя показывала уже неоднократно. Поэтому, пожалуйста, вотчить не буду. Более такая сдержанная помада от L'Oreal No Judgment. И еще мне захотелось чего-то совсем легкого. И для этих целей мне будет служить Stellarie 05 оттенок Sexy Beige. Видите, какая прям нют-нютная. Два карандаша беру. Dior, соответственно, который подходит к одноименной помаде. И от L'Oreal Paris 236 оттенок Arganza. Думаю, подойдут они друг к другу. Так, лак. Как и предполагала, что возьму Fiberlic. Он у меня уже, кстати, на ногтях. Я приготовилась, делала маникюр, педикюр. Ну и мне кажется, что удобно, если вдруг начнутся какие-то сколы, вот конкретно таким лаком незаметно все это подправлять. Так же я беру две кисти. Ну и то, что касалось декоративки, на этом как бы и все. Давайте перейдем к парфюмам. Здесь я беру Guerlain Terracotta. Мне кажется, аромат является просто олицетворением юга, отдыха, моря. Даже в его описании значатся такие эпитеты, как аромат раскаленного песка и загорелой кожи. Вот как-то было устоять. В общем, это изумительно. И несмотря на то, что он такой довольно большой и увесистый, все равно он поедет со мной. Ну и такой тревел-вариант. Брошу в сумочку. Это Dali Light от Salvador Dali. Такая небольшая ручка. Теперь давайте покажу такие мелочи, как влажные салфетки. TOLI Plus для всей семьи. 60 штук приобретала сегодня в пятерочке. И еще беру влажную туалетную бумагу. Тоже TOLI. Тоже брала в пятерочке. По цене, по-моему, вышло рублей 28 или 30. Конечно же, мочалка. Мочалка у меня Dolce Milk. Специально прямо встала в дорогу. И еще вот такое полотенчико нашла от EFroche, которое мне когда-то присылали в подарок. Я думаю, замечательно. Поезд пойдет. Ну и осталось мне вам показать свою небольшую аптечку. Итак, что называется, с чем боюсь столкнуться в дороге? Безусловно, это порезы и какие-то раны. На этот случай я беру перекись водорода. Также я беру зеленку. На зеленку уже фломастер. Безусловно, пластыри. 20 штук. Это у нас унипласт ленточкой. Бактерицидный. И еще вот такое средство. Это баниоцин. Антибактериальная. Для профилактики нагноений. Мазь очень маленькая. Что много места не займет. Далее. Это, конечно же, боль и жар. Здесь я беру Nurafen Express. Капсулы мои любимые. Очень хорошо и быстро действуют. Снимают головную боль. Ну, а дочка у меня пить таблетки не любит. Для нее я беру Nurafen в виде сиропа с клубничным вкусом. Безусловно, спазмолитик Ношпа. 24 таблетки в упаковочках. Если вдруг у кого-то начнется насморк или заложит нос, здесь у меня придет на помощь Тизин. Классический спрей. На случай изжоги я беру пластинку Гевискона. Пластинку беру кровоостанавливающего средства. Ну, и еще, чего я боюсь, это, конечно же, аллергия. И на этот случай я беру капельки Solanex. И, что называется, на совсем крайний случай, потому что и такие бывают, когда развивается такая резкая аллергическая реакция опасная, я беру ампулы дексаметазона. Можно было бы взять и одну, но я решила взять упаковкой. То есть, и также, конечно же, шприц один. И на этом как бы все. Все, что я забрала с собой в дорогу. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok